Всем привет! Сегодня отвечу на интересный вопрос, который задали мне в чатике в Телеграме, ссылка есть на него в описании. И, кстати, я записал уже базовый и продвинутый курс по Final Cut, поэтому ссылка также будет в описании. Кому интересно, пишите мне в Телеграм. Ну а мы, собственно, начинаем. Понадобится нам программка Motion, и я буду рассказывать, как создавать переход с таким небольшим проблеском, что-то наподобие стандартного флэша в Final Cut, но немножко дополненный. Итак, открываем Final Cut Transition в непосредственном Motion и далее начинаем работать. Первое здесь нажимаем сверху на клавишу Fit, и после этого делаем следующие манипуляции. Transition A, выбираем здесь на тайм-линии, переходим в Инспектор, заходим в Properties, и там, где у нас Scale, ставим 100%. После этого переходим на 300-й кадр, где у нас, собственно, Transition A заканчивается, и здесь ставим 120. Все зависит от того, насколько вы хотите, чтобы ваш клип лучше увеличивался. Можем поставить и 130. Далее мы выбираем Transition B, он у нас начинается с 301 кадра, и здесь в Scale мы ставим 130. После этого не забываем ставить ключик, для того, чтобы у нас все это дело анимировалось. И пролистываем в конец, и здесь оставляем значение по умолчанию 100. Теперь, как мы видим, здесь все работает, Transition A увеличивается, Transition B уменьшается. То есть, по умолчанию у нас без каких-либо дополнительных эффектов, Transition A и Transition B, выглядит следующим образом. Идет Zoom In, а здесь идет Zoom Out. Все довольно-таки просто. Ну и теперь накладываем еще один эффект, который попросил сделать мой подписчик. Мы переходим в Filters, далее заходим в такую штуку, как Color Correction, и здесь находим Gamma. И перетаскиваем на Transition A и на Transition B. Что мы делаем дальше? Там, где Transition A, мы с вами выбираем непосредственно эффект Gamma. Переходим в Инспектор, ставим ключик на параметре Gamma. Переходим с помощью двойного нажатия вот сюда на таймкод на 300 кадр. И здесь выкручиваем значение по максимуму 5. Здесь вы можете ручками дописать больше, но это нам не нужно, так как картинка будет сильно засвечена. Теперь переходим в параметр Gamma Transition B. Здесь также ставим 5, ставим ключик, идем в самый конец и здесь ставим 0. После этого нажимаем Enter. И вернее ставим не 0, а ставим 1, потому что если 0, то картинка будет полностью темная. И тем самым у нас получается с вами вот такой переход с таким морганием. Для того, чтобы все это сохранить, мы с вами делаем следующие манипуляции. Называем Command Shift S. И после этого нам необходимо с вами назвать наш непосредственно переход, в нашем случае Flash. И скидаем его в категорию Tech Union. Нажимаем на клавишу Publish. После этого давайте перейдем непосредственно в Final Cut и проверим, как все это дело работает. Я перекидываю этот эффект между своими видео. И мы видим, что эффект получается приблизительно следующий. Поскольку он довольно-таки должен быть динамичным, то давайте уменьшим немножко его продолжительность. И выглядит он следующим образом. Опять же, можно сделать его еще меньше, например, не 20, а 10. Тогда это будет смотреться, как по мне, вот уже интереснее. Вот таким образом, такая небольшая вспышечка, по-моему, уже мне нравится намного больше. Теперь для того, чтобы этот урок не казался сильно простым, давайте создадим еще один переход и назовем его Flat. Переходим опять в Motion, выбираем Final Cut Transition и после этого делаем следующие манипуляции. Группу там, где у нас наши переходы переименовываем в, например, я не знаю, там, Transitions. Клацаем правой клавишей или Command Shift N и создаем новую группу. Называем ее с вами Rec, то бишь Rectangle. После этого нам необходимо на всякий случай, конечно, можно этого не делать, но Transition A мы тянем, чтобы он заканчивался на 580 кадре, а Transition B, чтобы он начинался на 20 кадре. Это можно не делать, но лучше перестраховаться и сделать таким образом. Теперь мы переходим во вкладку Rectangle в нашу группу и здесь, опять же, не забываем делать Fit. Давайте вот так вот, Fit, для того, чтобы все это было в нормальном размере. После этого мы берем инструмент Rectangle и рисуем Rectangle. Опять же, там, где Fit, надо сделать немножко меньше, 25. Выбираем инструмент Rectangle и рисуем вот такую штуку. После этого сразу же в Rectangle мы выбираем Rectangle на тайм-линии, переходим в Инспектор и здесь имеется Fill Color. Мы нажимаем на вот эту стрелочку и нажимаем Publish. Здесь давайте поставим какой-то другой цвет, например, вот такой вот, ну, малиновый какой-то. И далее выбираем Pen Tool, в нашем случае без ERT вызывается он клавишей B и рисуем вот такую штуку, такую диагональ. Потом это все немножко еще уменьшаем, делаю я это жестом на трекпеде и вот так замыкаем. Теперь можно вот этими точками аккуратненько подогнать, чтобы у нас это все было по уголкам, чтобы здесь была ровная диагональ. После этого мы переходим на Rectangle и здесь мы с вами нажимаем на сочетание клавиш Command-Shift-M. Для этого создаем Image Mask. И теперь мы берем за иконку вот этого без ER и тянем вот сюда, на Image Mask. После этого происходит следующая история. Что мы делаем дальше? Мы переходим с вами на 300 кадр, это у нас середина нашего перехода. И выбираем без ERT, после этого видим он так вот, такими вот точечками выделяется. И тянем его вот сюда. Поскольку мы видим, что здесь у нас вылазит зеленый, мы зажимаем Shift и немножко увеличиваем всю эту историю. Теперь видим, что это все полностью перекрывается. Находим вот такой момент, выбираем без ERT, переходим в Properties, здесь там где Position ставим точечку. Идем на самое начало и уводим этот без ERT. Вот здесь выбираем и тянем за вот этот кружочек, который по центру. Сразу же смотрим, чтобы у нас вот эта красная линия уходила ровно в угол. И тем самым мы с вами получаем вот такую вот анимацию. Теперь то же самое нужно сделать, чтобы ехала справа верхнего угла в левый нижний. Повторяем все то же самое. Выбираем опять непосредственно группу Rec, выбираем Rectangle, рисуем Rectangle. Сразу переходим в параметр Shape, Fill Color, нажимаем здесь Publish. И давайте выберем какой-нибудь другой цвет, например такой зеленоватый. После этого опять берем буковкой B наш без ERT и рисуем уже вот такую маску. Раз, два, три, четыре, пять. Равняем все это дело по уголкам. Можем ее сразу растянуть для того, чтобы можно было не увеличивать Scale. И далее убеждаемся в том, что ее желательно конечно и без ERT и эту штукенцию растянуть на весь клип. То есть мы на таймлинии просто увеличиваем им продолжительность. Вот таким образом. С помощью всплывающей менюшки это можно сделать довольно-таки точно. После этого мы с вами находим 300, 300 первый кадр. И далее выбираем с вами, вернее на Rectangle мы опять нажимаем Command Shift M для того, чтобы создать Image Mask. И этот без ERT перетаскиваем на Image Mask. Далее мы с вами идем давайте в последний самый кадр, 600. Выбираем наш без ERT, берем за центр и тянем его вниз. Давайте немножко Scale увеличим. Для этого зажимаем Shift и увеличиваем, тянем за уголок. Вот таким образом, да. И теперь ну можно чуть-чуть вот сюда. Вот так вот давайте пусть это будет. Переходим в Properties и здесь ставим галочку на Position. Теперь идем на 301 кадр. И вот за эту точку тянем вот сюда вправо. Для того, чтобы опять же здесь была ровная диагональ. И теперь у нас получается с вами вот такой вот эффект. Да, случайно я нажал на клавишу V, а она у нас с вами включает отображение какого-то другого отображения. То есть видите, у нас переключается в режим A, в альфа режим. Вот если не пугайтесь, собственно нажимаете еще раз на клавишу V и у вас, собственно, все возвращается. То есть у нас с вами получается на следующей анимации. Давайте немножко вернемся вперед. Вот таким образом все наши шаги повторились. То есть у нас заворачивается, ну в нашем случае малиновый, и потом выезжает вот так вот зеленый. Теперь выбираем вкладочку Project. Заходим в Project здесь. И здесь у нас есть заливка первая и заливка вторая. Для того, чтобы мы с вами могли менять все эти параметры у нас непосредственно в Final Cut. Уже когда мы будем это делать по желанию. Вы можете, конечно, зайти вот сюда в безьер. Далее включить отображение точек. И здесь непосредственно, вот здесь тоже нажать, для того, чтобы видеть, что вы редактируете. И взять, например, поставить ползунок вот сюда. И нарисовать вот здесь графики более такие закругленные. То есть сделать вот такую историю раз. Да. Но главное делать это правильно, потому что, видите, меняется еще и геометрия при этом. То есть, например, вот здесь это все будет выезжать вот таким вот интересным ползуночком. То есть можете с графиками поиграться. В каких-то предыдущих уроках я рассказывал, как сделать плавный выезд. Поэтому обязательно посмотрите его. Здесь можно оставить все это дело красиво вырулить, для того, чтобы оно выезжало с плавным ускорением. В нашем случае нас этот вариант устраивает. Нажимаем опять же Common Shift S. Называем это все дело Flat. Кидаем это все в Tech Union. Нажимаем на клавишу Publish. Переходим в Final Cut и проверяем, как все это работает. Убираем эти все переходы. И проверяем, или оно у нас появилось. Почему-то вот появилось Flat. Кидаем и смотрим, что у нас, как оно работает. Оп. Оп. И следующее видео, да. Опять же мы можем это сделать все на свой вкус немножко медленнее. Давайте еще раз Change Duration. Оп. Вернее, немножко быстрее. Раз, два. И все. И следующий кадр, да. И опять же при выборе вот этого перехода мы с вами здесь можем менять цвета этих непосредственно прямоугольников, которые мы с вами создали в Motion. Если кому-то леньки, то ссылки на данные переходы есть в описании под этим видео. Переходите, скачивайте. Ну и также не забывайте про базовые и продвинутые курсы. Они уже доступны у меня на сайте, поэтому также ссылки есть в описании. Переходите, пишите мне в Telegram подписчикам скидки. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока.